Приветствую вас! Я бы ответил вам на вопрос, раскрыв сперва отношения с первым мужчиной, потом поговорив немного о втором, и после этого, приведя к некий такой общий итог, я бы вам дал бы определенную рекомендацию. Но вообще-то, конечно, я вам укажу только направление, не хотел бы решать за вас. И тем более, я не хотел бы выбирать за вас, это уж совсем непрофессионально было бы. Значит, первый мужчина, это тот, кто, в общем-то, относится к вам весьма и весьма поверхностно. То есть, человек, который не хочет особо выступать с вами в качестве мужчины. То есть, вот, вы пишете, значит, начали ухаживать, симпатия, полгода назад приняли решение жить в мир. То есть, сначала снимали, потом переехали в мою. Вот, собственно, наверное, первый будет к вам такой, даже не то, что вопрос, а скорее такое, знаете, пояснение. Вот, значит, если говорить о, пояснение, если говорить о, пояснение, то вам необходимо здесь, вот именно в этом моменте, сказать, что вот снимали квартиру. Хорошо, а снимали квартиру как вы? Ну, то есть, я имею в виду, вы делали это вместе, а почему решили переехать в вашу? Что подвигло вас на это? Далее, значит, понятно, что вы учитесь, все это время работаете, вносите свой материальный вклад, это понятно. Ну, как бы, квартира ваша, и не совсем, я понимаю, здесь, как бы, это выглядит как претензия. Но вопрос в том, вносит ли мужчина вклад? То есть, когда вы снимали, он вклад нас вносил, а вносит ли он вклад сейчас? Вы пишите, потому что всегда все сделано, там, еда приготовлена, все. То есть, это все лучше так, что это все делает только вы, мужчина. Мужчина в вашей квартире никакого вклада не вносит. Наверное, я считаю, что в вашей территории он не должен ничего делать. Далее, затеяли вы ремонт. Поменять обои все было напряжено на этот момент, когда переезжали ко мне в квартиру. Что было напряжено, почему было напряжено, когда начало быть напряжено, какие основные моменты того, что стало напрягать вас и его, не очень понятно. Отношения стало еще хуже, когда начали делать ремонт. А зачем тогда вы соглашались его делать? Зачем вы тогда затеивали ремонт, если видели, что все не совсем у вас вкладка и что он не помогает? Тоже мне очень понятно. Далее. Значит, он уходил на работу. То есть, правильно я вас понимаю, что вы ожидали, что мужчина будет вам помогать с ремонтом, а он уходил на работу. А уверены, что он именно убегал туда? Уверены, что у него не было какой-то вот, ну, действительно причины? То есть, может быть, ему правда нужно было работать или что-то еще? Далее. Он от вас отдалился. То есть, вы стали выпрашивать от него внимание и ласки. То есть, очевидно, что вам этого не хватало. Вы пишете, что стало неприятно, что я девочка и все это прошу. Ну, здесь, как бы, с одной стороны, ваша четкая позиция по поводу того, что представляет из себя женщина в отношениях. С другой стороны, вы по какой-то причине свою позицию, можно сказать, предали. То есть, вы понимая, какой вы хотите быть в отношениях, какого мужчину вы хотите рядом видеть, вы все равно свою позицию стали, как бы, сдавать. С другой стороны, ну, а что плохого в том, чтобы попросить, если вам недостаточно? То есть, в этот момент тоже непонятно, если мужчина перестал к вам проявлять внимание, то почему? То есть, тут не просить нужно было, а разговаривать, спрашивать, почему перестал внимание проявлять, что-то обижает, может быть, что-нибудь или что-то еще. А вместо этого вы просто перестали делать шаги навстречу. Потом сказал он напрямую, что если его отношения не поменяются, мы на время разъедемся. То есть, вы не выяснили, почему, откуда взялся напряг, а сразу стали ставить условия. Мужчине, естественно, эти условия не понравились, и он уехал к маме. Вы остались у себя и ждала действий от него. При этом при том, что вы даже не поговорили, не попытались выяснить, почему он так себя ведет. Он поставил перед сладком, что если вы соскучились, то вы можете набрать ему шаг. А далее вы, мужчине, своему изменяете. То есть, тут тоже очень интересный момент вы пишете. То есть, понятно, что вам не хватает ласки, понятно, что вам не хватает мучкового тепла. Но так вы с мужчиной не поговорили. Вы ему стали ставить условия. Зачем? Для чего? Вы ему поставили условия, мужчина вам поставил условия. Конечно. Там, если это еще нужно. Нужна сила, чтобы в ответ на условия не ставить этих условий своих. Ну, видимо, он решил действовать на вашем языке. Далее вы ему изменяете. Как вы относитесь к измене? Просили ли вы прощения у него? Извинялись ли вы? Пытались ли вы поговорить с ним? Пытались ли вы встретиться со своим первым мужчиной на нейтральной территории, чтобы обговорить все те проблемы, которые у вас есть? Знаете, как ваш мужчина первый видит ситуацию? Вы ученый, чем-то обидел, чем-то оттолкнули от себя. Далее стали от него что-то требоваться. Потом доставили условия. Потом они дошли, и потом изменили. То есть, понятно, что мужчина вам не верит. Он говорит, что готов простить и начать жить вместе, только если после этого мы быстро начнем жить. Тогда и станет свое отношение у меня. И станет вам условие. И условия у вас всей этой ситуации небезосновательные. То есть, ваш первый мужчина не верит вам, не доверяет вам. Вы ему изменили, вы его предали. Такое дело, что он готов эту измену простить. Если вы будете с ним. То есть, здесь угадывается его расчетливое поведение, но и ваше поведение, нацеленное на получение того, что вы хотите в отношении. Не на то, что хочет мужчина, не на то, что его устраивает. Вы не могли бы спросить своего первого мужчину откровенно, чего он хочет, что ему не нравится. Подумать, можете ли вы это ему дать без исчерба. И если не можете, ну, просто-напросто отстранились бы от него и все. Никаких бы проблем не было. Мы остались бы с ним и как бы жили бы дальше. Но нет. Вы этого не сделали, вы не поговорили, вы, напротив, начали развиваться конфликты. Все сильнее и сильнее его усиливая. Все больше и больше его распространяя, распаляя. Теперь уже получается и оскорбляя мужчину, уничая его своей изменой. То есть, и он, и вы ведете себя здесь эгоистично, на мой взгляд. Дальше, значит, вы пишете про слово второго мужчину, который любит вас, который заботится о вас и, в общем-то, который, ну, дает вам, видимо, все то, что он не дает вам мужчину первым. И вы не знаете, кого выбрать. Знаете, если вы хоть немного уважаете второго мужчину, если вы хотите для него счастье, то вы сейчас скажете ему прямо, что, прости, я с тобой быть пока не могу. Не нужно время, чтобы разобраться. Это первое. Второе. С первым мужчиной вам необходимо встретиться на нейтральной территории и обговорить, чего хочет он, что не нравится ему, чего хотите вы, что не нравится вам. Попросить прощения у него за то, что вы сделали. Извините. Не стоит измены воспринимать как некоторую, такую, как бы, ну, некоторую, знаете, точку невоаккурата. Не стоит извинения воспринимать как унижение себя. Это все было бы неправильно. Извините, не берите ответственность на себя, все, скажите, что да, вы виноваты, да, вы виноваты, ошибку, вы готовы все исправлять, но не путем условий, а путем желания. И выскажите друг другу ваше желание. Посмотрите, как мужчины на это реагируют, что он вообще от вас хочет. И далее, побудьте какое-то время без них, без первого мужчины, без второго. Прислушайтесь к себе. Подумайте, какого из них вы хотите делать счастливым. У меня нет ощущения, что вы и первого, и второго мужчину хотите делать счастливым. У меня есть ощущение, что от первого вы получаете одно, а от второго вы получаете другое. И в итоге, в итоге, эти люди для вас средство. А так мыть не должно. Человек – это самая цель. И если выяснится, что ни одного из них вы не хотите делать счастливым, то, соответственно, ни с одним из них вам и быть не стоит. А если выяснится, что кого-то вы хотите делать счастливым, то вам нужно делать это безусловно, ничего не требуя взамен при этом. И, собственно, как бы, не ставя естественно человеку условия. Потому что условия ставить, если отношения искренние и серьезные, это, ну, мягко говоря, странно. Вот, я думаю, так вам и нужно будет действовать. А если вы испытываете по премию с чем-то, то это уже важно неуверенность в себе. Если вы испытываете неудовлетворенность и хотите получать от человека что-то для себя, тогда начнется, вы делаете себя зависимым в отношениях. А это значит, что вам всегда будут ставить условия и всегда будут пытаться манипулировать. И если же вам решать, принимаете вы такие отношения или нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личику, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за сделанность его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.